Добрый вечер! На канале Буктовая большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, о главных событиях недели – траурном митинге и церемонии перезахоронения останков жертв еврейского гетто и о 14-м Белорусском международном медиафоруме, который впервые прошел на Брестской земле. Коротко о главном. В Бресте состоялся траурный митинг и церемония перезахоронения останков жертв еврейского гетто. На церемонии присутствовали гости из самых разных стран Польши, Украины, Израиля, Австрии, Германии, Америки. Перспективы развития журналистики, блогосферы и ответственность за информационный продукт, контент региональных и республиканских СМИ. В Бресте прошел 14-й Белорусский международный медиафорум. Партнерство органов власти и бизнеса решает многие социальные задачи. В Бресте открыли детский городок в микрорайоне «Восток». Задачи, стоящие сегодня перед системами образования Поднебесной и Синеокой и создания Центра Конфуция в Бресте. Эти и другие вопросы обсуждали руководители области и города на встрече с делегацией Китайской Народной Республики. Главное событие недели. В Бресте состоялся траурный митинг и церемония перезахоронения останков жертв еврейского гетто, замученных и зверски убитых фашистами в годы войны. Напомним, зимой нынешнего года во время строительных работ в центре Бреста были обнаружены останки 1200 погибших людей. За два месяца бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси подняли все останки. Вообще, эта тема прогремела во многих уголках мира, вызвала всеобщее чувство сострадания и дала повод задуматься над хрупкостью жизни. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Потому неудивительно, что на церемонии перезахоронения присутствовали гости из самых разных стран – Польши, Украины и Израиля, Австрии и Германии, Америки. К слову, для американцев эта тема стала центральной в ходе первого визита в Брест председателя комиссии по сохранению американского наследия Пола Пекера. Обо всем по порядку прямо сейчас. Сохранение исторической памяти – дело не только государственной важности, международной. Для того, чтобы узнать, какая проведена работа городскими властями со дня обнаружения останков жертв еврейского гетто и определить вектор дальнейшего взаимодействия двух сторон, прибыл в Брест председатель комиссии по сохранению американского наследия Пол Пекер. Разговор, который состоялся за несколько часов до траурного митинга и церемонии перезахоронения, получился серьезным и откровенным. Я вчера прибыл в Брест и уже успел достаточно много посмотреть. Мы посетили место стройки, встречались с представителями еврейской общины. Я думаю, что вы должны гордиться тем, что делаете. Мы будем наблюдать за тем, что будет происходить у вас. Жду с нетерпением продолжения нашего разговора с мэром города о том, какие конкретные шаги будут предприниматься для увековечивания памяти жертв, погибших в ходе войны. Американская сторона хотела бы увековечить память людей, чьи корни из Бреста – знаменитых династий, которые внесли свой вклад в еврейское просвещение. Об этом должно быть известно. И об этом обязательно станет известно. Как и несколько месяцев назад мир узнал о страшной находке в Бресте. О том, что день перезахоронения был по-настоящему скорбным и трагичным, пожалуй, говорило количество присутствующих на траурном мероприятии. Оно состоялось на Северном кладбище. Событие отозвалось в сердцах людей из самых разных точек мира – Австрии и Венгрии, Германии, Казахстана, Польши, России, Словакии, США, Украины, Чехии, Израиля. Такое взаимодействие – самый яркий символ и пример того, что память не прячется за красивыми словами. Мы отработали систему взаимодействия с представителями религиозных общин, с населением, где показали, что власть делает правильно, согласуя свои действия с представителями религии, с представителями общественных организаций. И то общее понимание, которое сегодня мы увидели, я думаю, тому подтверждение. Все попытки спекуляции на эту тему абсолютно беспочвенны, потому что борьба за сохранение истории нашей страны – это часть государственной политики. И мы, местные органы на местах, тем более обязаны ее реализовывать. 120 гробов, в них останки 1214 жертв, замученных и зверски убитых фашистами. Их огонь жизни был потушен, но пока живы дела, пока жива память, жив и человек. Церемония перезахоронения состоялась в торжественно-траурной обстановке и, как и полагается, с соблюдением еврейских традиций. Прах невинно убитых был предан земле по законам святой Туры. Я думаю, что Беларусь может быть неплохой пример странам региона. Как надо правильно собрать общество, как надо взять общину, привезти ее вместе, те, которые пострадали, соседями, и вместе, и на самом деле вместе, создать такое место, как здесь, кладбище, в котором похоронены люди, которые фактически были убиты фашистами 76-78 лет назад. Повод трагичный. Для меня большая честь сегодня находиться на Брестской земле. В Германии хотят помнить о том, что совершили немецко-фашистские захватчики на территории европейских стран. О миллионных убийствах мы не хотим забывать. Наш парламент выделил средства для того, чтобы в Германии, а также в трансграничном формате, мы привлекали молодежь и воспитывали в них культуру памяти. Мы хотим, чтобы наши дети посещали места памяти, а учителя получали дополнительное образование, чтобы лучше преподавать уроки по истории Холокоста. Чтобы принять участие в церемонии перезахоронения останков на траурное мероприятие, специально приехала заслуженная артистка России, уроженка Бреста Елена Воробей. Холокости, одном из самых чудовищных преступлений нацизма, она узнала не из учебника истории. В Кобринском гетто, и в Пинском гетто, и в том числе и в Брестском гетто погибла вся семья. И из выживших буквально два человека. То, что сегодня этому событию придано такое звучание, это очень важно для всех тех, кто сегодня живы, и для всех последующих живых будущих поколений. После траурного митинга в Брестском гурсполкоме прошла официальная встреча мэра города Александра Рогачука с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Беларуси Алоном Шагамом и представителями еврейских общин. Обсуждали брестский опыт, брестскую модель увековечения памяти. Все было сделано очень профессионально, очень эффективно, очень достойно. Поэтому Брестскому гурсполкому действительно огромная благодарность за профессионализм и, как я уже говорила, за человеческое отношение к делу. Потому что то, что было сделано сегодня, это очень мероприятие, которое трогает душу, которое заставляет человека задавать себе вопросы, искать на них ответы. В Бресте все прошло, ну я даже удивлен. Настолько команда государственная, продвинутая, образованная и понимают силы. Иногда больше в этой теме знают, чем мы. Это было красиво, достойно и приятно до слез. Этот день – пример того, как надо хранить историческую память и историческую правду. И сегодня можно сказать точно, в одном из самых резонансных дел Бреста поставлена точка. Но страница «Брест еврейский» не перевернута. Эта ситуация заставила многих посмотреть на тему Холокоста шире. Городские власти намерены продолжать работу по увековечению памяти. Планируется открытие в Бресте синагоги, строительство лапидария, расширение экспозиции городского музея, посвященной еврейскому периоду истории города, а также увековечение памяти перезахороненных жертв. Если Брестская крепость – символ героизма и трагедии войны, ассоциация с городом Брестом, то, вероятно, вторым не менее весовым аргументом – это трагедия Брестского гетто. Эту тему дальше мы будем развивать с точки зрения исторической работы, исследовательской работы и, конечно, работа над памятными знаками по увековечению истории Брестского гетто. Поверьте, что мы только в начале пути. Виктория Нечаева, Эдуард Букнович, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ. И еще одно событие, о котором писали и говорили на этой неделе все средства массовой информации Беларуси. Перспективы развития журналистики, блогосферы и ответственность за информационный продукт. Контент региональных и республиканских СМИ обсуждали в Бресте на протяжении двух дней. Здесь проходил 14-й Белорусский международный медиафорум. Порядка 250 делегатов из 25 стран мира стали участниками большой открытой дискуссии. Разные мнения, разные подходы к поиску и передаче информации, но главная цель одна – выработать такую стратегию развития медиа, которая позволила бы сохранять качество контента и удерживать читателя, зрителя и слушателя у монитора. Так какова она, журналистика в формате 21 века, какие принципы существования четвертой власти, ее будущее и настоящее? Анастасия Ноздрин-Плотницкая с обзором самых интересных мероприятий форума. 14-й Белорусский международный медиафорум в 2019-м собрал в областном центре представителей 25 стран мира. Брест стал местом встречи коллег и хороших друзей. Именно дружеские взаимоотношения сегодня развиваются в среде прессы. Четверть часа до начала мероприятия в коридорах – дискуссии о будущем медиа, об их важной роли в жизни любого государства, о планах, перспективах, интересных проектах и блогосфере, которая сегодня в некотором роде становится конкурентом традиционным источникам информации. Конечно, в оперативности и информированности нам с ними трудно состязаться. Но, тем не менее, в общем, нужно развиваться параллельно. Надо брать у них лучшее и учитывать те недостатки, которые у них есть. За эти два дня я тут подружился со своими зарубежными коллегами. Это мероприятие проводится 14 раз, значит, оно актуально. Здесь обсуждаются действительно самые, возможно, самые актуальные вопросы современного медийного сообщества. То есть, нужно побольше отходить от фейковых информаций, нужно побольше правды, потому что это реалии жизни. В то же время, тут я уверен, что состоится обмен мнениями, тут много полезного каждый участник приобретет. Культурная столица СНГ, тысячелетний Брест, находящийся на пересечении Запада и Востока, сегодня площадка обмена мнениями о предназначении СМИ. Международный медиафорум стал событием не просто знаменательным, уникальным в своем роде. Еще и потому, что впервые за многолетнюю историю он проходит не в столице, а в регионе. Это одно из знаковых событий в общественно-политической жизни нашей страны, которое направлено на решение задач государственной информационной политики. Я думаю, одной из целей этого форума – это концентрация усилий международного медиа-сообщества на выработку позитивных взглядов в то, что происходит в нашей стране, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира. Сегодня Брест многофункционален. Город инвестиций, город мастеров, город творчества, город добрых, открытых и очень интересных людей. Это еще одна сторона его большой судьбы, которую расскажут после медиафорума своим согражданам, представителям СМИ других стран. По мнению мэра города Александра Рогачука, такие мероприятия, как медиафорум, позволяют разрушать стереотипы, тем самым формировать новое восприятие городов. Адиктивные центробежные силы делают нас дальше друг от друга. И в этом контексте высока роль именно медиа находить ту базу, которая нас объединяет. Поэтому для нашего города особая честь принимать именно вас, уважаемые представители средств массовой информации. То, что сам по себе город Брест уникален, это, по-моему, априори, это очевидно. Мы стараемся диверсифицировать привлекательность нашего города по разным направлениям, конечно, имея в виду основное, как город мужества. Вместе с тем город идет тысячелетию в рамках распоряжения главы государства. Инвестиции в наш город составляют, исчисляются сотнями миллионов долларов в эквиваленте белорусских рублях. И мы хотим позиционировать наш город как современный город, развитие которого олицетворяет в целом развитие Республики Беларусь. В 21 веке, когда практически каждый из нас, уверенный пользователь социальных сетей и мессенджеров, возрос спрос на качественную и достоверную информацию. Нам кажется, что сама стилистика выступлений и те приглашенные эксперты, которые участвуют в медиафоруме, это возможность заглянуть завтра в журналистике. Доклады, озвученные в рамках пленарного заседания, подняли большое количество тем, не заявленных программой, но продиктованных временем. Одна из них – язык СМИ и формат взаимодействия с органами власти. Мы видим, что традиционные способы, которые еще 20-30 лет тому назад спокойно существовали, сегодня уже себя не оправдывают. Сегодня нужны новые подходы, сегодня появляются новые возможности. Сегодня даже появляется необходимость нового языка, с которым вы должны говорить с потребителями. Пользователь Твиттера, он не воспримет пресс-релиз на три страницы, напишенный казенным языком. Для него нужна другая форма взаимодействия. И обо всем этом мы тоже будем сегодня говорить. Работа в тематических секциях позволила участникам форума познакомиться ближе друг с другом и обсудить темы, которые интересны каждому. Конечно же, в центре внимания – будущее СМИ и интернет-технологии. Аудитория сегодня находится на других площадках. Аудитория стремительно уходит в телеграм, в мессенджеры, в социальные сети. И борьба за внимание аудитории, борьба за интерес аудитории к традиционным медиа – это сегодня вопрос номер один. То есть попытка удержать людей в меняющемся мире. Первый довольно насыщенный день международного форума завершился церемонией награждения победителей областного конкурса СМИ. Сегодня на Брещене активно развиваются все формы медиа – и печатные, и аудиовизуальные, и электронные. На творческое состязание свои самые интересные работы представили более 70 журналистов. Сегодня в тренде те, кто не останавливается на месте, а всегда идет, желает идти вперед. Мне кажется, что достаточно дальновидно было много лет назад придумать этот конкурс, который, собственно, и способствует тому, чтобы ежегодно мы становились на шаг еще выше какой-то высокой планки журналисты, которую задают нам и коллеги из республиканских СМИ. Сегодня мы были участниками медиафорума и слушали наших коллег из других государств. И, безусловно, понимаем, что журналистики совершенно достичь очень сложно. И, может быть, критерии оценки, они тоже разные. Но мы сегодня знаем, как региональщики, что для нас важно, чтобы нас читали наши местные читатели, чтобы нас смотрели, и тиражи газет, и смотребельность наших каналов – вот это наши с вами оценки. Заслуженные награды в этот вечер выручали представители Министерства информации, региональные руководители, представители общественных объединений и организаций. Для каждого из тех, кто выходил на сцену, а в числе лауреатов не только журналисты, но и работники Главного управления идеологической работы, такое внимание – это всегда стимул для новых совершений. Всегда приятно получать какую-то награду, приятно, когда твою работу отметили. Это дает какой-то смысл работать дальше, работать хорошо, держаться высокого уровня, стремиться к чему-то. Спасибо большое, что отметили мою работу. Важно воспринимать эти награды, в том числе и как аванс на будущее, потому что еще сегодня далеко не все представлены в очень популярных соцсетях. Многие еще только-только осваивают мессенджеры. То есть есть поле для деятельности. О будущем с будущей сменой. Второй день насыщенной программы «Медиаформа» был посвящен молодежи и ее профессиональной подготовке. Летняя школа журналистики на базе Брестского государственного университета имени Пушкина позволила молодым журналистам пообщаться с акулами пера и задать интересующие вопросы. Сегодня журналистика – это довольно активная и мобильная сфера, где многое определяют возможности передачи информации. И чтобы быть на гребне волны, нужно действительно постараться. Как в фильме «Москва слезам не верит» – ничего не будет, будет одно телевидение. Так сейчас говорят – ничего не будет, будет один интернет. Нет, на самом деле и печатная пресса остается, она востребована. И молодежные газеты увеличивают тиражи. То есть сейчас идет какая-то переоценка ценностей, сейчас идет формирование новых устоев, по которым будем работать в следующий век. Ну и я надеюсь, в том числе от сегодняшних молодых студентов, может быть уже начинающих журналистов, мы услышим какие-то вещи, о которых мы еще вчера не знали. 14-й Белорусский международный форум показал – мир медиа требует регулярной сверки часов и умения быть мобильным и контактным. Однозначно возрастающая конкуренция будет подталкивать руководителей СМИ к новым шагам, к новым проектам и формам взаимодействия со зрителем. А для того, чтобы чувствовать его, нужно всегда быть в деле. Журналистика – это не просто профессия, это вся жизнь. Если не находиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю именно в профессии, значит не быть специалистом в своем деле. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Андрей Щерба, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Вы смотрите «Итоги недели» на БукТВ. Продолжаем говорить об актуальном и важном. Партнерство, органы власти и бизнеса способны решить многие социальные задачи. Яркий пример тому – открытие детского городка в микрорайоне Востоку физкультурно-оздоровительного комплекса. Реализация проекта – подарок городу в год тысячелетия от Приорбанка. Но на этом останавливаться не собираются. В планах – продолжить благоустройство зеленой зоны, вернуть самолет, построить теннисный корт, воркаут-площадку. Руководитель городской администрации Александр Рогачук высказал свое видение будущего этой зоны, свои предложения могут высказать и горожане. Но обо всем по порядку. Смотрите сюжет наших корреспондентов. Некогда здесь стоял самолет, и он был местом притяжения жителей микрорайона Восток. Не стало самолета. Красивая зеленая зона долгое время пустовала. Сегодня здесь звучат звонкие ребячьи голоса. Благодаря взаимодействию руководства города и сотрудников Приорбанка в этом месте открылся детский городок. Это подарок к тысячелетию всем жителям микрорайона Восток. И взрослым, и детям. Площадка очень красная. Мне больше всего понравилась горка. Раньше ничего здесь не было. А сейчас? Построили площадку. А скажи, что больше всего нравится на площадке? Пренажеры. Я хочу сказать спасибо дядям-строителям. Спасибо за столь хороший подарок, говорят все и всем, кто участвовал в процессе строительства детского городка. Материальные затраты на его возведение взял на себя Приорбанк. И это уже не первая инициатива, исходящая от сотрудников финансового учреждения. Построенные детские площадки на Набережной, Луцкой, Воснецово, современные и безопасные, с ярким наполнением. Тренажеры, горки, качели вызывают восторг у малышей и подростков. Мы не разделяли по площадкам стоимость. В целом в проект вложено банком 100 тысяч белорусских рублей. Мы делали ведь не самостоятельно, мы финансировали. Очень сильно помогли нам специалисты жилищного и ремонтно-эксплуатационного управления. Нам помог и поставил эти площадки, смонтировал Белснабздрав. Наша фирма в Бресте работает. Вот как бы это такой коллективный труд, который выразился вот в таком подарке для нашего города, для наших детей. Это зона отдыха, прежде всего, детей, жителей этого микрорайона. И этот первый шаг, который сделан благодаря социально ответственным нашим партнерам, как подарок тысячелетию, меня устраивает. Дальше надо думать, что здесь надо размещать дальше. Это спортивные объекты должны быть. И должны быть, конечно, объекты досуговые. И вот есть такая идея, которую мы хотим обсудить с нашими жителями – все-таки вернуть сюда самолет. Пусть не тот, который уже находится в музее под Минском, а большой самолет разместить там в кафе. Мы планируем здесь эту площадку благоустроить комплексно, оставив ее как зеленую зону, прежде всего, для детей. Вот это самое главное. Практически здесь, на месте, мэр Бреста провел своеобразную летучку. Высказав свое видение будущего зеленой зоны, поинтересовался, что думает команда. Предложения разные, идей много, дело за малым – реализовать. Привлекать к таким проектам представителей бизнеса. Мы все, кто хочет нам сделать подарок, мы ориентируем в два направления. Это детские площадки и кареты скорой помощи. Мне кажется, красиво, зрелищно и беспроизвестно, как мне кажется. И надо, и мы всегда готовы написать, что это подарок городу от того-то, от того-то. Возвращаясь к будущему зеленой зоны, в микрорайоне Восток, Александр Рогачук подчеркнул, что к этому процессу просто необходимо подключить брещан. Тема открыта для обсуждения. Первое мнение по поводу наполнения зеленой зоны высказали юные брещане. У нас очень много людей катается на скейтах, молодежь. Большинство хотят построить новый скейтбарк, так как уже в парке Первого Мая очень старый. Ну, можно было бы паркур-площадку, тоже много людей у нас прыгает. Я тоже, поэтому мне было бы это интересно. А вы? Ну, всякие площадки, такие как баскетбольные, волейбольные, футбольные. Там, возможно, поставить лавочки само собой. Ну, возможно, поставить специальную траву, чтобы люди ходили играть не на лицей, как, ну, там очень много людей, а приходили играть сюда. А жителям областного центра следует готовиться принимать подарки. Самое важное мероприятие сейчас в жизни города будет 29-го числа, когда с участием высоких должностных лиц руководства области мы будем открывать новый автовокзал. Это очень серьезнейший объект и очень серьезное мероприятие, которое уже повлияет на пассажиропотоки в нашем городе. Собственно, сам Копинский путепровод, несмотря на то, что он уже открыт в движении, мы будем открывать 3-го июля к Дню Независимости. Сейчас наступает такой приятный период торжественных открытий. Но в этих больших объектах мы не должны терять малое. Это нашу среду, в том числе, вот, прежде всего, эти детские площадки. Лариса Осмолович, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». А сейчас о других мероприятиях. Накануне Бреста с рабочим визитом посетила делегация Китайской Народной Республики. Большая программа поездки включала ряд важных мероприятий. Подписание соглашения о создании центра «Конфуция», на базе Брестского государственного университета имени Пушкина, а также определение плана совместной деятельности системы образования Беларуси и Китая. Дружественные отношения закреплены документально руководителями наших стран. Теперь диалог должен получить новое звучание. Что общего у белорусского и китайского народов? Какие задачи стоят сегодня перед системами образования Поднебесной и Синекой? И в чем перспектива расширения взаимодействия? Анастасия Анастрин-Плотницкая с главными тезисами большой дискуссии. Сотрудничество Беларуси и Китая в последние несколько лет стало более точечным и конкретным. А визит заместителя министра образования Китая Тянь Сюйдзюня в Брест подкрепил это положение и положил начало истории нового совместного проекта. Речь идет о создании на базе Пушкинского вуза Института Конфуция. Трехстороннее соглашение было подписано администрациями Брестского и Аньхойского университетов, а также штаб-квартиры Институтов Конфуция. Отношения между двумя странами зависят от понимания народа. А понимание, в свою очередь, начинается с понимания языка. Поэтому мы организовали уже в Китае восемь центров по изучению Беларуси. В двух наших вузах готовят специалистов в сфере белорусского языка. Мы заинтересованы в том, чтобы популяризировать нашу культуру у вас и, наоборот, вашу у нас. Только так мы сможем стать настоящими партнерами. Открытие Института Конфуция стало логическим продолжением большого сотрудничества с университетом. Сегодня в вузе работает Центр изучения Китая. Он оснащен художественной литературой и учебниками по истории Поднебесной. Атмосфера, антураж, предметы интерьера – все это наглядно демонстрирует, насколько Китай – интересная страна. Кроме того, в учреждении на одном из факультетов развиваются китайские техники росписи. Что подтвердило яркая и довольно необычная выставка, с которой ознакомились гости мероприятия. Все чаще в Беларусь стали приезжать абитуриенты из Китая. Сегодня в Пушкинском университете получают высшее образование несколько десятков студентов из Поднебесной. Открытие Института Конфуция позволит вывести диалог системы образования на новый уровень и даст белорусским студентам больше шансов для знакомства с образованием и культурой Китая. Центр будет дополнен, во-первых, обучением граждан Бреста китайскому языку. Это будут группы дошкольников, группы школьников, группы студентов и группы взрослых людей. В течение пяти лет планируется, что на базе Института Конфуция, на факультете иностранных языков, будет открыта специальность «Китайский язык». Кроме того, для горожан будет в течение года обширная культурная программа. Продолжился большой межкультурный диалог уже в областном исполнительном комитете, где прошла рабочая встреча с заместителем министра образования Китая Тянь Сюэдзюни с министром образования Беларуси Игорем Карпенко, а также представителями руководства области. Пятое заседание комиссии по сотрудничеству в области образования положило начало большому количеству важных проектов. Для белорусской стороны мы договорились, что поработаем в плане подготовки синхронных переводчиков по китайскому языку. Эта тема интересна для наших вузов. Второе. Мы обменяемся педагогами с белорусской стороны, те, которые преподают белорусский язык для работы в тех вузах, где преподается белорусский язык как специальность. Соответственно, китайская сторона поможет нам педагогами, которые поучаствуют в создании кафедр китайского языка, особенно в региональных вузах. Если, допустим, в лингвистическом университете у нас там уже такая устоявшаяся работа проведена, то региональные вузы нуждаются в такой поддержке и помощи. Положения были закреплены, они обязательны для выполнения. Следующее заседание планируется провести в 2020 году уже в Китае. Анастасия Ноздрин, Плотницк, Андрей Чербад-Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Экономия – забота каждого. Казалось бы, что такое энергосбережение, знают все от мала до велика. Но осознать важность рационального использования энергетических ресурсов могут лишь единицы. Сегодня правильно подойти к вопросам эффективного энергосбережения – важная задача для всей страны. Город над Богом не стал исключением. На протяжении многих лет плодотворная работа по привлечению внимания к данной проблеме и развитию возобновляемых источников энергии активно осуществляется. Накануне прошла череда мероприятий в рамках Международного дня энергии, направленных на информирование населения о способах энергосбережения. Международный день энергосбережения в третий раз объединил специалистов разных областей в рамках инициативы Европейского Союза под названием «Соглашение мэров по климату и энергии». В этом году проведение мероприятия сменило прописку. Площадкой переговоров стали стены городского исполнительного комитета. Основная цель круглого стола – рассказать всем неравнодушным, в частности молодежи, о важности сохранения энергии в современном мире. Каждый год этот праздник набирает обороты. Начинали мы с энергетического дерева в парке отдыха нашим. Такая была фишка нашего котельного хозяйства. В этом году мы уже подключили сюда комитет по энергоэффективности, уже были награды его. Комитет природных ресурсов охраны окружающей среды областной у нас уже свои, скажем так, награды вручил. Дети, вот два прошлых года, они были на улице, рисовали на улице. Сейчас мы решили немножко их тут в горе-сполкоме собрать, чтобы, ну, скажем так, более такой статусность придать этому празднику и детям рассказать, что делает городская власть вместе со всеми заинтересованными в целях сохранения энергии. Цель такая, с маленького начать, чтобы дети обучили старших и чтобы все-таки город выполнял те условия, на которые он согласился, войдя в подписанты соглашения мэра. На протяжении нескольких лет в отрасли городского хозяйства областного центра активно проводятся работы по увеличению объемов использования, возобновляемых видов энергии, а также снижению объемов потребляемых и сырьевых ресурсов. Такие меры способствуют сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Брест – один из самых активных городов-участников соглашения мэра в Беларуси. Так, например, он в прошлом году получил поддержку Европейского союза на модернизацию своих котельников. То есть, благодаря этой модернизации они снизили свои выбросы парниковых газов и стали более энергоэффективными. К масштабному мероприятию присоединилось достаточно большое количество предприятий и государственных учреждений, для которых использование технологии энергосбережения – одна из приоритетных задач. Так, например, одним из объектов, работающих на «Зеленой энергии», является детский сад «Начальная школа» номер 2 города Бреста, в котором на кровле здания установлена гелий-водонагревательная система. Она позволяет сэкономить более 2000 рублей в месяц на подогреве воды. Это был один из первых объектов, который посетили участники пленарного заседания. К нашему учреждению есть бассейн. Бассейн у нас работает по круглогодичной такой системе. Вода ничем не обрабатывается, чистая вода. Ну и в связи с этим было принято решение руководством установить солнечные батареи. Из себя она представляет, что 22 трубки, 22 коллектора, по которым проходит пропилен-глюколь. Он набирает солнечную энергию и передает этой воде. Вода аккумулируется у нас в емкостях, которые находятся в подвале. И по мере накопления воды она распределяется по всему нашему учреждению. Еще одним производством, внедрившим энергосберегающие технологии, является котельное предприятие «Коммунальник», которое снабжает теплицы, административные здания и тепловой энергией. Это предприятие реализовало инициативу в создании комплекса по переработке древесных отходов биотоплива в Бресте. Проекта международной технической помощи, содействующий переходу к зеленой экономике. Первая задача ее была соблюдение всех экологических норм. Первое от утилизации, потому что если мы раньше захоранивали это все, то экологии, естественно, приносился довольно-таки серьезный ущерб. Сейчас это меминизировано, скажем так. И сжигание этих древесных отходов предусматривает проект, предусматривал прохождение экологической экспертизы. Проведение экскурсии по предприятиям города, выставка-ярмарка по продаже энергоэффективных товаров народного потребления с участием фирм-производителей, а также выставка творческих работ учащихся учреждений образования нашего города. Программа Большого форума «Дня энергии» была расписана буквально по часам, что подчеркивает значимость темы. В рамках инициативы были награждены победители творческого конкурса и, конечно же, предприятия-организации, внесшие значимый вклад по сохранению климата. Представители администрации отмечают, что уже к 2020 году областной центр Брещины должен сократить выбросы парниковых газов на 20%. Это возможно сделать лишь общими усилиями. Воспользуйтесь шансом сделать наш город чище. Звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде. На ближайшие дни мая я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 26 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Лишь днем по северо-западной страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, перемещающегося с Балтики. Воскресный день в Бресте будет отмечен переменной облачностью, пройдет без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 11-13, максимальная днем 19 градусов. 27 мая республика окажется в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в умеренно теплой воздушной массе. День будет солнечным, к вечеру синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ветер юго-западный, днем порывистый. В ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Дневные воздух прогреется до 24 градусов. Редактор субтитров А.Семкин